В 13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. Владислав, добрый день. Добрый день. Надо ли ликвидировать МУПы? Вот что будут обсуждать депутаты областного законодательного собрания в ближайшее время. И этот вопрос все выходные обсуждает интернет. Поводом для обсуждения стало высказывание Романа Титова, который, собственно, эту инициативу вносит на областное законодательное собрание. Это не его личная инициатива. Она изначально была предложена ФАС России и руководством страны поддерживалась. Что пишет Титов в своём телеграм-канале и о чём он говорил в своём особом мнении здесь, в этой студии? Он говорит, что унитарное предприятие муниципальное является каналом для обхода законодательства о закупках и для слива муниципального имущества коммерческим структурам. Согласны ли вы с этим? Но при всём моём уважении к Роману Титову я однозначно не согласен. В первую очередь, я не согласен с тем, что это похоже на принцип Шарикова взятие и поделить. То есть мупы мупам рознь. Надо отталкиваться от того, какую функцию они несут. И вообще, давайте вспомним, для чего изначально создавались мупы. По своей сути, мупы не создавались как таковые для ведения коммерческой деятельности. В основном, это были предприятия, которые реализуют соцфункцию. Поэтому, если мы сейчас, например, начнём вместо этих мупов, которые у нас существуют, фактически вне какого-то конкурентного поля, создавать частные предприятия. Во-первых, создадим ли мы там частные предприятия, и даже если мы попытаемся что-то сделать, не повторять ли у нас судьбу на сегодня тех самых полуживых мупов. То есть, отталкиваться нужно всё-таки от понимания того, для каких целей создаются те или иные предприятия. Ну, вот Роман Титов всё-таки представляет статистику и говорит, что за мупами в Кировской области закреплено имущество более чем на 1 миллиард рублей. В 40% районах выявлены факты незаконного распоряжения имущества. В 65% мупов в Кировской области убыточены. Совершенно верно. Какое имущество? Тут уже понимать, либо это ликвидное имущество, либо это какие-то старые, полу, извиняюсь, изгнившие сети. То же самое, например, у нас в городе есть на сегодня несколько водоканалов. У нас крупнейший водоканал, управляет оператор Кировской коммунальной системы. При этом, если не ошибаюсь, у нас есть три муниципальные предприятия, которые дышат наладом, которые как раз оперируют подобным имуществом, ветхими сетями. Может быть, имело смысл здесь не приватизировать эти локальные предприятия, а как-то договариваться с тем, чтобы данная структура, эксплуатирующая хлебные активы, была в себя и низковинтабельной или выточенной активой, чтобы эксплуатировать весь комплекс. Поэтому давайте исходить из понимания каждого отдельного предприятия и его функционала. Второй фактор. Данную сливу озвучивает у нас Роман Титов, который, по своей сути, является по статусу кем? Депутатом. Соответственно, к задачам депутатским функциям что относится? Законотворчество. Не только. В том числе. Совершенно верно, в том числе и законотворчество. Как раз депутатский корпус обязан следить за деятельностью органов исполнительной власти по эффективности управления тем или иным имуществом. Таким образом, депутатский корпус должен получать информацию, что за предприятие, в какой сфере работает, тем более с МУПа. Теоретически можно запросить любую информацию о хозяйственной деятельности. И, соответственно, только после анализа информации нужно принять решение о том, закрывать тот или иной МУП, акционировать тот или иной МУП, переводить его в статус, например, казенного предприятия или учреждения. Да, вот это и предлагается. Переводить в статус казенного учреждения. Я не очень понимаю, в чем разница МУПа и казенного учреждения. Но вроде бы как казенное учреждение имеет большие ограничения и у нас будет больше возможностей, или властей больше возможностей контролировать деятельность. Мы подходим сейчас к самому главному вопросу. То есть вопрос эффективности МУПа, наверное, все-таки не вопрос его какой-то внутренней эффективности, а вопрос больше контроля. Соответственно, если на сегодня депутатский корпус начнет те же МУПы тщательно регулярно контролировать, отслеживая финансовые потоки, отслеживая состав затрат, в конце концов, управление имущественным комплексом, то возможно и не потребуется заниматься переформлением из одной собственности в другую. Но, а то, что касается МУПы и казена, да, здесь есть принципиальные отличия. Если отталкиваться, собственно, от буквы закона, то МУП это фактически самостоятельное хозяйственное предприятие, ну, собственникам которого выступляют, если мы про МУПы, то муниципалитет. А казенное предприятие, да, это предприятие, которое работает на жесткой смете, у которого, в первую очередь, жестко ограничены, получаются, вышестоящие организации, собственниками имущества, состав сметы, доходов и расходов. И немаловажный фактор, работающий по заказу, то есть не самостоятельно определяющий свою коммерческую деятельность, а выполняющий определенный какой-то социальный заказ. Причем изначально костюмные предприятия создавались, конечно, для военных целей. Ну, вот сейчас мы, видите, экстеплируем и на гражданскую продукцию. Ну, надо сказать, что вот эту идею парамупы озвучил Владимир Владимирович Путин публично. И все по центральным каналам могли это слышать и видеть. И он говорил о том, но я сейчас дословно, конечно, не приведу цитату, но он говорил о том, что как раз мупы являются такими инструментами, через которые свату, брату, зятью и так далее обеспечиваются заказы. Все опирается в контроль, а не в организационно-правовую форму. Поэтому, чем заниматься переводом мупов в казенки, лучше действительно регулярно анализировать состав их хозяйственной деятельности. Контроль. Знаете, Владислав, я вот подумала, что неважно, из какой формы в какую будут переведены мупы или любые другие государственные учреждения, люди-то ведь обычно остаются те же самые. Вот какая разница, он работал в мупе и, например, уличен, или мы предполагаем, что он занимался вот такими околокоррупционными делами, или он останется и будет работать в казенном учреждении. Вот разве важно, как называется предприятие, если у человека есть желание слить что-то, стащить, вывести? Разве формы предприятия кого-нибудь когда-нибудь устанавливали? Вы попали в точку. И тут я бы, наверное, привел примеры собственной практики. В тот период, когда я жил за пределами Кировского региона, как раз работал в системе, в испанной системе города Владимир и, собственно, занимался антикризисным управлением МУП «Владимирводоканал». Туда пришел именно как антикризисник, наводил порядок и с финансами, и с закупками, с ревизией доходов, организацией, собственно, текущих процессов. И у меня, естественно, был очень серьезный конфликт с инженерным корпусом. И вот в один из вечеров состоялся очень откровенный разговор с главным инженером такого большого предприятия МУП. Он говорит, ну, ты понимаешь, ты пришел из бизнеса, ты пытаешься здесь все организовать по бизнесу. Но мы, это ведь не бизнес, мы коммунальное хозяйство. И вот я помню вот это такое философское извлечение. Действительно, по своей сути, МУПы, наверное, это коммунальное хозяйство. И, наверное, туда должны прийти все-таки объективно другие люди, чтобы обеспечить хозяйство. Но я с чем я начал? Изначально МУПы создавались не как предприятия для какой-то конкурентной борьбы с частными предприятиями или прочими. Они создавались как предприятия с социфункцией. Поэтому от того, что мы их акционируем, конкуренции в этом поле не прибавится. Еще раз говорю, что нужно анализировать, что за предприятие, какую функцию оно несет. То есть, скорее всего, мы не сможем, то есть, от того, что мы изменим МУП на казенку, суть этого предприятия не изменится. А вот то, что вы сказали, привлечь к этому, к этой работе какие-то более эффективные кадры. Да, да, еще раз да. Что, кстати говоря, с опытом работы во Владимире удалось из кризиса водоканала Владимирского университета? Ну, сразу скажу, что да. В течение полугода мы привели очень хорошую санацию. Мы вышли из такого, скажем, долгового пика, реструктузировали все долги перед энергетиками и банками. На сегодня водоканал остался, сколько я знаю, в муниципальной форме собственности и эффективно работает с очень высокой маршой. Как это удалось сделать? То есть, вот были долги, как у наших предприятий, да, появились долги, которые потом сами же муниципалитеты и покрывают. То есть, сами, получается, муниципалитеты работают, эти долги формируют, потом из бюджета их пытаются гасить. Вот как этот порочный круг вам удалось разорвать во Владимире? Давайте начнем с того, что все-таки, вот если мы говорим про МУП водоканал или там наше предприятие водоканал, то да, это может быть эффективный ход субъект. Вот я не совсем согласен с той схемой, которая сейчас у нас в Кирове. Наверное, было бы целесообразно здесь уйти от аренды сетей все-таки на концессию, чтобы часть доходов от эксплуатации этого всего имущественного комплекса получал муниципалитет. Концессия – это как раз передача сетей частному предприятию. Не совсем. Здесь еще происходит разделение прибыли. На сегодня у нас схема фактически аренды сетей, при которой, собственно, вся хозприбыль уходит к хозсубъекту. А в МОС-прибыль у нас остается только комплимент арендной платы. То есть, вот предположим, сейчас обсуждается очень активно концессия СТ-плюс по тепловым сетям. Она не сейчас, она уже много лет обсуждается. Если эта концессия будет предусматривать прозрачность бизнеса и совместное деление, получат, скажем, хозприбыли всеми участниками с тем, чтобы доля за вас муниципалитетур, это выгодно предприятие. Я еще раз подчеркиваю, что данная концессия может быть подготовлена к депутатскому корпусу. Таким образом, мы обеспечим прозрачность бизнеса. На сегодня мы не видим структуры экономики данного объекта. Поэтому я еще раз возвращаюсь к тому, с чего мы начали, что когда мы говорим про мупы, куда их переводить в акционерное общество, в казенку или в другую форму, нужно отталкиваться от понимания, что это за предприятие. Если это предприятие айтирировано на рынок, оно предусматривает некую конкурентную среду. Тогда его будет не акционировать, чтобы прилечь дополнительных инвесторов, и оно у нас будет самостоятельно плавать в рынке. Если это соцфункция, то не акционируем мы эту функцию, и частный бизнес не придет в такие сферы. То есть надо брать конкретное предприятие и его анализировать. Вот куприт можно приватизировать, сделать 3 куприта, 4 куприта, чтобы они конкурировали. Это, пожалуй, будет выгодно. Водоканал в конце сессию, с тем, чтобы видели люди через депутатов, куда уходят деньги, чтобы эта прибыль шла на благо города, это выгодно. А вот, скажем, какие-то социальные функции, надо просто анализировать структуру. У нас очень много мупов, которые у нас резут соцфункции. Вот оно живет там, соцфункции резут. Ну и ладно, что хоть какие-то соцфункции выполнят. Частный бизнес не придет туда, где нет денег, где нет прибыли. Прервемся буквально на полминуты. Напоминает особое мнение о бизнес-эпутсмене Кировской области Владислава Попова. Продолжаем разговор с Владиславом Поповым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. И все-таки, чтобы добить тему с управлением городским хозяйством, мупы или это казенное учреждение, или это государственное частное партнерство, акционерное общество, опыт Владимира все-таки коснулся изменения по поводу мупов, управления хозяйством, не только водоканалом. Там новая схема была организована. Расскажите, как работает Владимир сейчас. Я думаю, что мы с этим Владимиром коснемся, когда будем говорить про урбан-форум, потому что теми опять ведутся, и слава богу, что у нас сейчас начинается такая активность в нашем регионе. Ну, если говорить конкретно про опыт управления, так скажем, дорожным хозяйством, то во Владимире сделали очень интересный эксперимент. Когда выяснилось, что, собственно говоря, управление дорожным хозяйством, вот это вот зимнее обслуживание, вывоз снега, дорожная разметка, освещение и прочие факторы, отданы на откуп частным структурам, фактически привели к тому, что деньги в колоссальных размерах избазариваются. Это было очень громкое дело, дело об 1,6 миллиарда рублей, которое фактически Рочеркомпера, городская администрация, предыдущая до выборов отдала частной конторе, записанной на бабушку, в квартире, у которой вообще собственных активов-то и не было. Ну, очень было скандально громкое дело. После этого было решено. В пределах той суммы, которая была выделена вот этой структуре 1,6 миллиарда, фактически создали не предприятие, не МУП, создали учреждение, бюджетное учреждение, как бюджетополучатель, которая по своим бюджетным статьям сколько надо получала денег на ГСМ, на аренду техники, на закуп песко-соляных смесей и на работу обслуживающих профессионалов. Дальше самое интересное. Вот почему, когда я говорю про МУПы и про соцфункции, вот сейчас написано, ориентировано на прибыль. Вот сколько у нас на сегодня по статистике предприятий обслуживают городского хозяйства, дорожное хозяйство, благоустройство, дороги, разметка, какой-то, может, там, ямочный ремонт. Если не ошибаюсь, вот было по состоянию на начало прошлого года, если не ошибаюсь, 16 компаний примерно, подрядчиков. В том числе Владимир, который размером сопоставил с Кировом, это просто одно бюджетное учреждение. Таким образом, что мы имеем в Кирове? Мы имеем 16 контор, которые нужно кормить. Да, я, как амбудсмен, поддерживаю бизнес за конкурентную среду, за развитие бизнеса. Но если мы говорим про эффективность использования бюджетных средств или муниципальных средств, то когда мы выделяем на конкурсах деньги частные в 16 конторах, мы кормим 16 контор, которые, ориентируясь на прибыль, оказывают услугу не то, что качественно, а чтобы это было им выгодно. То есть минимальными затратами, когда мы говорим про бюджетное учреждение, сколько надо денег выделить, ровно столько выделяется. Не больше и не меньше. Эти деньги прозрачные, они контролируемые, все активы тоже самое контролируемые. Поэтому я подчеркиваю, когда мы говорим о приватизации каких-то муниципальных функций, надо отталкиваться от социальной составляющей. Вот в данном случае я бы пошел по пути все-таки какого-то казенного предприятия, либо учреждения, а не акционирования. Потому что на выходе мы получим не качественную услугу, а услугу, которую будут оказывать с минимальными затратами ради своей прибыли. Это Владислав Попов, его особое мнение мы слушаем. И напомню, что Владислав является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. Я зашла, конечно же, перед эфиром на сайт, который освещает вашу деятельность, и вижу, что как грибы просто в лесу растет количество обмудсменов Кировской области. Ну вот достаточно зайти на сайт, там слева карта такая висит, и уже светятся районы, в которых есть свои бизнес-омбудсмены. Таких районов я насчитала раз, два, три, четыре, пять, шесть. Амутнинский, Слободской, Котельнический, Советский, Уржунский, Малмышский, Котельнический. Кстати, совсем недавно, буквально на днях был представлен бизнес-омбудсмен Котельничья, господин Шаров, С.И. Дальше не полезло, чтобы посмотреть, как его зовут. Это в вашей пресс-службе замечание, лучше бы написать Сергею Шарову, С.И. Шаров. Зачем вообще такое количество обмудсменов по бизнесу в регионе? Давайте так, ну, во-первых, на сегодня у нас обмудсменов в районах не шесть, а семь. С восьмым по Кирову Чепецку сейчас ведутся переговоры. Ну, если можно, я бы не... В смысле, он есть или показывает переговоры? Есть человек, которого нужно уговорить заниматься общественной работой. Но он появится в Кирову Чепецке. Он там необходим. Есть две кандидатуры, вот, ведем очень аккуратно, тонкие переговоры, замечательные, уважаемые люди. Но я бы сейчас не хотел ответить на ваш вопрос, я бы хотел маленько копнуть историю. Нет, а я прошу вас отметить конкретно на мой вопрос. Зачем эти бизнес-омбудсмены появляются в наших районах? Вот вы говорите, Кирова Чепецку бизнес-омбудсмен просто необходим. Почему? Вы же есть. Есть и будет. Я все-таки копну историю. Когда у нас были общественные слушания, когда губернатору не понравились предыдущие кандидаты, и он сказал, что нет яркой программы... Когда были общественные слушания по кандидатуре бизнес-омбудсмена на регион. Да, то давайте вспомним, тогда же вот я везде-то публиковал, в чем заключались основные пункты моей программы. Вы не помните. Я не помню. Я думаю, что никто не помнит. Я даже скажу глубже, а сколько вообще было кандидатов на место омбудсмена? Пять-шесть человек. Было, если я ошибаюсь, больше практически восемь кандидатов, ну это включая меня, но Андрей Николаевич снял свою кандидатуру. Андрей Николаевич Вавилов? Вавилов, да, снял. И Александр Добрушкес не смог пройти, потому что на второй тур не представил весь пакет документов. Ну так, ну, абстрактно будем говорить, восемь кандидатов. Все эти говорили примерно об одном и том же. Но все говорили, что будет омбудсмен, да я буду работать, да я сделаю то, я сделаю другое. Что сказал в своем, как сказать, о своей программе? Я когда представил данную концепцию, я сказал, что сначала было создавать нормальный работающий аппарат, впоследствии разъемы с созданием системы районных омбудсменов, то есть представители во всех районных систем, чтобы система охватывала все районы области. Собственно, я иду в строгом соответствии со своей программой. Так зачем вот это вот нужно? Зачем вам в каждом районе по бизнесам бутсмены? Например, нас окружают рядом с нами. Вот товарищ, например, Шаров. Прекрасный человек. Который является заместителем господина Липатникова, насколько я понимаю, в торгово-промышленной палате. Вот и занимались вы в торгово-промышленной палате непосредственно своей деятельностью, тем более, что практически масса предприятий в области является членами торгово-промышленной палаты. Зачем ему еще бизнесом-бутсменом по категорическому району становиться? Ну, давайте так сказать. Бизнесом-бутсмен это статус. А в ради статус? Стоп, стоп, стоп. Любой статус подразумевает некую деятельность, некую ответственность. Таким образом бизнесом-бутсмен, если вот говорим про мою должность, то я бутсмен в рамках, в масштабах региона. Ну, я же не могу сказать досконально проблемы того или иного района или, скажем, досконально ту или иную функцию. Соответственно, когда я проводил бенчмаркинг, создавая свою программу, о которой я сейчас только сейчас... Чем? Что вы делали, проводили? Что? Директанты говорят бенчмаркетинг, но правильно говорить бенчмаркинг. Это что такое? Собственно говоря, я изучал ту сферу на аналогичных примерах, куда я собираюсь. Соответственно, я изучал опыт других регионов, либо похожих организационных структур. Поэтому я изучал, как организованы, например, работы общественных объединений, которые декларируют защиту предпринимателей, либо как данная работа организована в других регионах. Вот вы сейчас говорите, много, как грибы рождаются. Замечательно. Сколько бизнес-бутсменов в Нижегородской области? Не знаю. Примерно. Без понятия. Ну, понятно, что там как минимум один есть. Для меня вообще открытие, что... 83 обутсмена. Боже мой. Из них 50 с чем-то, это обутсмен в каждом муниципальном районе, из которых я уже даже лично некоторых знаю, и порядка 30 бизнес-обутсменов. Это функциональные бизнес-обутсмены, которые досконально лучше, чем, так сказать, бизнес-обутсмен региональный, знают ту или иную сферу правоотношения бизнеса и власти. Эти все люди, кроме статуса, что имеют? Зарплату имеют? Нет, это чисто общественная работа. Да, по своей сути, мы создаем те элементы структуры, которыми должны обладать прочие общественные объединения. Например, та же опора России. По своей сути, вот эти общественники, эти люди работают как общественники. Почему им это выгодно? Например, Сергей Иванович Шаров на сегодня проживает в городе Котельнич. Это уважаемый человек, у которого там есть свой бизнес-центр. Ему, во-первых, в силу опыта, ему хочется поделиться с предпринимателем своим опытом, например, в создании бизнесов, взаимодействии с теми или иными структурами. Ведь у нас Иванович Шаров когда-то создавал областной фонд поддержки предпринимательства. Вот тоже есть. Областной фонд поддержки предпринимательства. Мы сейчас дойдем до этого. Палата, где он тоже участвует. Зачем еще и аппарат бизнес-амбудсмен? Парочку секунд. Вот одну другому не мешает. Во-первых, началось с того, что я изучал опыт других регионов и применяю то, что есть там. Когда в регионе не один обучсмен, а, скажем, 8 обучсменов, которые быстрее и оперативно решают проблемы на местах, это же хорошо. Таким образом, в системе вовлечен не один человек, а как минимум 80. Вы считаете это неправильно? Цель у вас какая? Сколько бизнес-амбудсменов в Кировской области? Я считаю, что как минимум в каждом районе должен быть свой бизнес-амбудсмен, как минимум кустырые. Кроме того, вы еще не знаете всех основных элементов структуры, которые мы... То есть не меньше 40 бизнес-амбудсменов будет? Парочку секунд. Я сказал, что будет 40, но мыслимся к тому, чтобы у нас был охват всей области. Помимо тех районов области, которые вы назвали, у нас еще есть так называемые функциональные бизнес-амбудсмены или помощники оригинального облацмена по тематикам бизнеса. Например, у меня есть Александр Бахничев, который помогает в вопросах налогообложения. Андрей Гродников, бизнес-амбудсмен по лесным вопросам. Сергей Улитин, которого вы знаете, бизнес-амбудсмен по вопросам взаимоотношений в бизнесе и власти в сфере ЖКХ. Татьяна Крагопольцева, бизнес-амбудсмен сегменте Хориака. Елена Протопова, бизнес-амбудсмен по взаимоотношениям с сослужбой судебных приставов. Сергей Трапезников, вопросы промышленной безопасности. Денис Влобожанина, вопросы связаны с дорожным хозяйством. Кроме того, мы расширяем сеть юридических компаний, которые работают на условиях, скажем, на общественных отношениях, то есть про БОНа, которые помогают нам с рассмотрением сложных вопросов. На сегодня у меня уже подписаны договоры с семью компаниями, которым мы отдаем свои дела, или так называемые кейсы, для того, чтобы они отдавали какое-то заключение. Я же не могу знать все, не могу знать проблему какого-то района досконально, либо специфика, в отношении в какой-то специфичной сфере. Поэтому и создается вот сеть этих помощников, общественных помощников, которые работают в связке с амбудсменом. Когда вы уже сколько времени работаете? Полгода. Полгода. Мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты, и нужно будет в сжатые сроки, буквально в две минуты уложившись, рассказать, к чему вот эта вся история сейчас уже привела, каковы хотя бы первые результаты. Эта программа «Особое мнение», ее ведет Светлана Занько, и свое особое мнение высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. Так что касается бизнес-амбудсменов, мы уже поняли, что их будет не меньше 40. Бизнес-амбудсмены по отдельным муниципалитетам и по отдельным направлениям. Какую реакцию вызывает в муниципалитетах появление собственного бутсмена? На мой взгляд, положительный. Пример того же Катевича показывает, что Шаров, как человек уважаемый в районе, может быть тем агрегатором для локального бизнеса, чтобы эти вопросы вынести на уровень именно муниципалитета. Потому что все равно, наверное, процент всех вопросов можно решить на уровне муниципалитета. Второе, почему нам нужно, потому что через нее мы сможем проводить программу обучения либо с выездом специалистов, либо дистанционной. Второе, еще раз, несколько буквально тезисов, которые вы назвали, меня приводят к выводу, что вы своей функцией, вот своим новым аппаратом подменяете функции, заменяете функции, не знаю, или дублируете функции таких организаций, как общественные, например, организации, как торгово-промышленная палата, или такой организации, как Опора России, которая занимается тоже бизнесом, или массы просто направлений, которые осуществляет правительство в Кировской области, в том числе и по обучению предпринимательства. Думаю, что нет. Это как раз, ну, я думаю, что мы как раз дополняем друг друга. Пример тех же других регионов, когда вот я занимался, умным словом, бейчмаркин, показывают и Пермь, и Нижний. Дословно было сказано мне так, что мы четыре дня из пяти в неделю проводим в торгово-промышленной палате. Потому что это как раз структура, которая объединяет бизнес с пониманием всех тех проблем, которые у этого бизнеса есть. Соответственно, задача обучсмена, вот может быть, вот это эссе получить и начать с ним эффективно работать. Потому что у нас опять больше возможностей по работе с властными структурами чиновниками. А торгово-промышленная палата вас приветствует? Вашу активность? Ну, давайте так скажем. У них там своих специалистов полно и направлений деятельности. Я работаю как с президентом Руково-промышленной палаты, Виасской промышленной палаты, так и с каждым из вице-президентов по направлениям. То есть у нас у каждого есть один проект, который мы сейчас пытаемся довести до какого-то логического заключения. Ну, наверное, ни для кого не секрет. Я, как сказать, адекватно понимаю, что такое палата и уважаю как бы руководство палаты. Но, наверное, все-таки там бы тоже имело, наверное, смысл заняться как-то обновлением крови. Свежей крови. Да, потому что мы не видим, что там приходят именно к руководству какие-то новые креаторы, которые могут привести новые идеи. Вот скажите, Владислав, тут у нас, значит, куча всяких объединений, которые мы сегодня уже перечислили и еще не перечисляли. А вот, например, внятной, прозрачной, напечатанной на бумаге, защищенной, разработанной в стратегии социально-экономического развития региона нет? Ну, у нас многие критикуют на сегодняшние органы власти. Где она, кстати? Причем ее? Ну, я тоже отчаясь от этой власти. Наверное, и меня имеет смысл критиковать, потому что как раз одна из моих функций по закону это участие в социально-экономической стратегии развития региона. Но давайте все-таки будем более объективны. Наверное, неправильно, если мы будем ждать, что нам было чиновники, наверное, необходимо с ними работать. Как раз мы сейчас и создаем эти площадки. Первое, что мы видим, да, у нас достаточно пассивные общественные объединения. Слава Богу, что у нас хоть есть палаты, и палаты у нас достаточно серьезно охватывают бизнес, и как минимум палата может дать необходимую аналитику, информацию для разработки этой стратегии. Торгово-промышленная палата может дать аналитику по бизнесу, по экономике для разработки стратегии. Кому? Правительству? Да, но не абстрактно, а конкретным чиновникам. Второй фактор, у нас должны быть регулярные площадки для общения. Что такое дать? Я направил письмо, письмо можно потерять. Ой, я такое сказал, ой, мы привели такое совещание. Это какие-то локальные, такие, ну, точечные мероприятия. Для того, чтобы работала стратегия, должна быть регулярная площадка. Мы их создали, и создали они совсем недавно. Это экономический совет, это совет производства предпринимательства. Опять экономический совет? При ком? Опять экономический совет? При губернаторе, это правильно. Это была такая история когда-то, очень давно. При предыдущем губернаторе она была, правда, быстро завершена. Мы только что говорили с вами про МУПы, и тот же самый пример. Дело не в прогрессионной правовой форме, дело в наполнении, то есть в тем, кто в этом процессе участвовал. В люди. Совершенно верно. Вот тот же уважаемый Азий Сагаев все время сказал так, что в прошлых экономических советах были две категории работников. Были, как сказать, эксперты, которые, яхтцевые креаторы, которые создают что-то, придумывают или же используют чужой опыт. А вторая категория критиков. Вот когда эти две волны сталкиваются, неважно, это чиновники или это общественники, вот на фоне того, что кто-то предлагает что-то, а другой все это обчесывает, скажем, в какую-то форму, возникает что-то на выходе. Экономический совет, вот сейчас, который создан при губернаторе, он создан снизу или сверху? Губернатор сказал, мне нужен экономический совет. Кто? Или вы сказали, вам нужен экономический совет, мы готовы. Как это было? Я думаю, что он создавался обоюдо. И он сейчас обоюдо, обоюдо, не знаю, как правильное слово. Вы считаете, что Васильев заинтересован в работе с экономической системой? Я считаю, что да. Кроме того, Васильева в рамках данных структур, они идентичны по своей, скажем, по своему функционалу и структуре. Есть два зама. Зам чиновник, зам общественник. Соответственно, в обоих советах. Кто это? Это, соответственно, Чурин, это руководящий первый зам за весь экономический блок, а второй зам, это как раз и есть Липатников. Таким образом, Липатников должен агрегировать коллегиальное мнение бизнеса и выдавать его визуально. В виде каких-то предложений в повестку экономического совета. Так он это все и делал на протяжении скольких уже десятилетий? Вот сейчас, вот понимаете, я не хочу критиковать ни Васильева, ни там, скажем, чиновников, ни того же Липатникова. То есть, чтобы Липатников все это сгенерировал, его должны снизу поддавливать бизнес, члены того же обоих этих советов. Было с их заседанием уже хотя бы одно экономического совета в обновленном составе? Не буду врать, по-моему, не было. Вы там были? Раз вас там не было, так, наверное. Я не член экономического совета, я пока член только совета по предпринимательству. Первое было, и как раз сейчас и выдали чиновники, которые организуют данный совет, ко всем членам совета дать предложение в повестку дня. А кто туда входит, в этот экономический совет? Известные предприниматели Кирова, Кировской области. По крайней мере сейчас я сказать не смогу, так, чтобы не вспомню, но главно-то входят представители всех наших крупнейших деловых объединений. На машиностроительных предприятий, военных, оборонных. Я думаю, что военные, оборонные должны входить в экономический совет, и там они входят. Вот задача просто в регулярности. И вторая задача в давлении. Вы поймите, задача в том, чтобы наш бизнес был более активен. Да, давайте мы сделаем так. Просто эта тема такая дискуссионная, вынесем ее на ближайший разворот на бизнес и подискутируем. С удовольствием. Нужен экономический совет, кому он нужен, с чем там люди будут заниматься, и почему мы до сих пор без стратегии. Я предлагаю сюда позвонить, чтобы побольше чиновников, побольше общественников. И всех их послушать. Все ваши предложения после эфира мы соберем и обзвоним, и посмотрим, кто захочет на эту тему поговорить в эту среду в развороте на бизнес. Значит, еще у меня есть два вопроса, на которые нужно будет ответить коротко, буквально уложиться в три минуты на каждый вопрос. Смотрите. Вот на прошлой неделе на гражданском форуме, безусловно, это было ожидаемо, обсуждали тему мусорной реформы, там Алла Викторовна Албегова, министр экологии и природопользования, министерство, которому передано эта тема практически сейчас все цело, сообщила, что к 2002 году в области должно быть закрыто 19 полигонов, а построено 5 новых. При этом она сказала, что на создание новых полигонов не предусмотрено никаких субсидий, а значит, они будут создаваться за счет тарифа. Это гражданам нам сразу готовы, что за счет тарифа, который мы будем оплачивать, будут строиться 5 новых полигонов закрываться 19. Многие общественники наставят на том, что необходимо уже сейчас приступить к строительству мусора перерабатывающих заводов, чтобы нам хватило этих 5 полигонов, да, и чтобы было понятно, что мусор все-таки утилизируют по-новому, и мы платим не просто так этот свой тариф из кармана в карман там перекладывая тех, кто закрывает, кто строит полигоны. Но и призывает к тому, что почему только за счет тарифа, говорят общественники, в частности Александр Булдаков об этом говорил, там же на гражданском форуме. Почему не за счет инвесторов? Алла Викторовна еще раньше на пресс-конференции сказала СМИ, которые тоже задавали этот вопрос, что в государстве нет сейчас внятных инструментов для мотивации постройки перерабатывающих заводов, нет таких инструментов прорабатывающих. А те, значит, инвесторы, которые обращаются с заявлениями, что они готовы построить, они занимаются больше прожектерством, никаких внятных бизнес-планов у них нет. Вот у вас какое складывается по этому поводу представление, ощущение? Первое, учитывая, что в других регионах подобная система, именно бизнес-система существует, мы не улучшим их, чем другие регионы. Поэтому я думаю, что надо просто искать нормальных инвесторов с нормальным ресурсом, с опытом работы. А второе, нужно максимально помогать, не создавать здесь препоны. Я думаю, что то, что здесь нет серьезных инвесторов, это следствие двух этих факторов. Плохо ищем, мало помогаем. Это... Нет, она говорит, что есть инвесторы, но у них какие-то не бизнес-планы. Значит, не там ищем. Я же сейчас об этом говорю, что мы мало ищем инвесторов. Вот вы, как бизнес-омбудсмен, видели этих инвесторов с их деньгами? Я видел одного бизнеса. Алла Викторовна видела. Я видел. Почему бизнес-омбудсмен их не видит, инвесторов? Пашку секунд, вы поймите, у меня функция другая, у меня функция защиты бизнеса, а скажем, функция привлечения инвесторов, это функции других капиталов работников. Мне вообще очень странно, что этот весь вопрос скинули на Министерство экологии, ведь это же бизнес, экономика. Я думаю, что эти вопросы однозначно нужно рассматривать на тех площадках, которые мы с вами уже сказали, экономический совет, может быть тот же Urban Forum, и более жестко, с точки зрения общества, работать с ответственными чиновниками, которые привлекают инвестиции в регион. А вот если приходит инвестор со своими деньгами, даже пускай без бизнес-плана, но он готов вложиться в мусоропереработку, что нужно ему сказать? Дайте нам сначала бизнес-план. Естественно, как можно сказать, инвестор без бизнес-плана это какой-то странный инвестор. А нельзя ли взять сразу инвестора с деньгами и помочь ему этот бизнес-план? Знаете, я не думаю, что это как это обстрактный Разве нет функция обучения, направления и прочее? Человек стоит с деньгами, говорит, я в принципе готов. Знаете, я бы такого инвестора давать не стал. Если человек скажет, у меня есть пять мусороперывающих предприятий по России, а что там несколько за рубежом, ему можно доверять, если он это докажет. А если человек с деньгами скажет, я хочу заняться мусором, Нет, вы знаете, это какой-то филист Идите со своими деньгами, вы нам пока не нужны Будем другого инвестора ждать Учитывая, что у Албеговой достаточно хорошее понимание Специфики данной отрасли Я думаю, что она ее оценила через филитр Что пока серьезные инвесторы не пришли Я повторяю, что важно нам всем Инвесторы к нам в регион В очередь не стоят Их надо искать А те, которые приходят, мы говорим, идите, у вас нет бизнес-плана Парочку секунд Если у них нет опыта работы, их надо отсюда посылать Извините А посотрудничать? С кем? У них нет опыта работы, они еще нас будут ставить эксперименты Хватит же нас экспериментов с регионом Ясно, полторы минуты у нас остается, две Елена Ковалева на пресс-конференции В пятницу по начинающемуся Первому Кировскому урбанистическому форуму Он уже завтра начинается Она заявила, что Развитая и благоустроенная городская среда Стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в городе Согласны? Абсолютно согласен И пару слов, чего вы ждете от этого форума? Естественно Нормальных человеческих отношений Если у нас сейчас в городе новая команда Формирует новые правила игры Которые должны быть прозрачны для бизнеса Потому что мы уже сталкивались с городскими властями Пусть они пока что эти правила Не заниматься самим бизнесом Создать условия для частного бизнеса Тем более, если мы сейчас говорим про умный город Пусть создают тему Пусть их понятно Озвучивают в виде нормальных документов Если будут понятные сформированные правила игры Бизнес сюда придет И местный бизнес деньги вложит И бизнес других регионов Стандарты для всех одинаковые и открытые Об этом речь идет? Да Спасибо Встретимся на первом Кировском органистическом форуме Начинается уже завтра И пройдет два дня Я благодарю за ваше особое мнение Владислав Попов Бизнес-омбудсмен Кировской области Был у нас в гостях Программа Елла Светлана Занько Всем хорошего дня